Полное молчание, только звуки фотокамер. Подсудимая Лауран Геллини проходит в зал заседаний. Прессу на заседании суда не пускают. Дело рассматривают в закрытом режиме и в особом порядке. Желание подсудимой Лауран Геллини обвиняют в нарушении правил дорожного движения и причинении смерти по неосторожности. Это страшное ДТП произошло ранним утром 1 июня на перекрестке улиц Чапаева и Рабочая. Лаура Геллини на черном Парша-Каене двигалась в сторону Ильинской площади на Красной. Татьяна Артамонова, водитель 12-й, ехала по Рабочей в сторону Вольской. Для нее горел зеленый. От удара легковушку выбросила на встречную полосу. Здесь бесспорно было доказательство, что видеозапись именно данного перекрестка, где было четко отражено, что она следовала на красный сигнал светофора. Татьяну Артамонова в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Она скончалась спустя несколько часов. Своей вины Лаура Геллини не отрицала, но и никаких показаний следствию не давала, сославшись на стресс. Приговор суда тоже слушает без эмоций. Ангелине Лаурому Дурчину признать виновное и назначить наказание в виде решения свободы на срок 3 года с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Отновление решения свободы назначено Ангелине в колонии поселения. Три года из пяти возможных. По закону, если дело рассматривают в особом порядке, наказание не должно превышать две трети от максимального срока. Я не могу даже этого сказать, что нас заслуживает. Ну вот представляете, у нас погибла Таня. Ну что нам может заслужить? По словам родственников погибшей Татьяны Артамоновой, Лаура Ангелине даже не пыталась загладить свою вину. Пропрощение, она только первый раз попросила на суде у нас. До этого никаких вопросов. Возновение, чтобы нам прийти по прощению, позвонить никого не было. Родители, погибшие в ДТП, Татьяны Артамоновой приговор суда обжаловать не будут. Решили подавать иск о возмещении морального и материального вреда.